Израильские законодатели проголосовали за распуск парламента страны. Началась подготовка к досрочным выборам, которые пройдут в сентябре. Такое решение премьер-министр принял после того, как к установленному сроку не смог создать коалицию. Бениамин Нетаньяху предпочёл этот вариант вместо альтернативного, согласно которому президент страны мог попросить другого политика сформировать коалицию. Большинство не удалось создать из-за лидера партии «Наш дом – Израиль» Агвидора Либермана, за которого обычно голосуют выходцы из бывшего СССР. Либерман уже не раз формировал правительство с Нетаньяху. Однако в этот раз потребовал, чтобы ультраортодоксальные евреи служили в армии. При этом коалиция Нетаньяху также включает и религиозные партии. Выборы в Израиле прошли 9 апреля. На них правая партия премьера Ликут набрала больше всего голосов. Однако одновременно в отношении Нетаньяху началось следствие по трём обвинениям в коррупции. «Есть две причины. Во-первых, у премьера проблемы с законом. Ему стало сложнее сформировать коалицию. Партнёры повысили ставки. Во-вторых, ультраортодоксальные партии и другие правые силы – это не такой однородный блок, как может показаться. У ультраортодоксов очень конкретные требования и вопросы, затрагивающие религию и государство. Многие более светские правые с ними не согласны, поэтому коалицию сформировать сложно». Многие жители Иерусалима недовольны досрочными выборами. «Как и других жителей Израиля, меня очень удивило и шокировало то, что произошло вчера. Через два месяца у нас опять пройдут выборы. Это событие на год подорвало экономику Израиля. И всё происходит из-за чьих-то личных мотивов». «Думаю, это очень печальный день для Израиля. Мы стали похожи на страну третьего мира, где люди больше заботятся о себе, чем о политике страны. Настало время прекратить друг друга ненавидеть и начать думать, что будет лучше для всей страны». «Очень грустно. Ненужные расходы, на которые у нас нет денег». До выборов Нетаньяху останется действующим премьером. В июле он также побьёт рекорд страны по самому длительному пребыванию на посту главы правительства. Президент Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты введут пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Причиной для этого послужила нелегальная миграция. На своей странице в Твиттер Дональд Трамп написал, цитата, «10 июня Соединённые Штаты наложат 5-процентные пошлины на все товары, которые возят в нашу страну из Мексики. И будет это до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов, которые попадают в нашу страну из Мексики, не прекратится. Пошлины будут постепенно увеличиваться, пока проблему нелегальной миграции не решат. Тогда пошлины будут аннулированы». Белый дом также выпустил заявление, согласно которому с 1 июля пошлины увеличат до 10%, с 1 августа – до 15%, с 1 сентября – до 20%, а с 1 октября – до 25%. Дональд Трамп отметил, что Мексика пассивно относится к решению проблемы миграции. Это, по его словам, угрожает национальной безопасности и экономике Соединённых Штатов. Также, по словам американского президента, у Мексики очень жёсткое миграционное законодательство. И страна может с лёгкостью остановить поток беженцев и вернуть их в родные страны. Между тем, президент-социалист Мексики направил свой ответ Вашингтону в официальном письме. Он сказал, что девиз Дональда Трампа «Америка в первую очередь» ошибочный. Он также направил министра иностранных дел страны в США для консультаций. Нелегальные мигранты прибывают в США из Центральной Америки, включая Гондурас, Сальвадор и Гватемалу. В Мексике им в основном не препятствуют в продвижении к американской границе. Более того, поступают сообщения, что иногда мигрантов организованно везут КПП на автобусах. Соединённые Штаты, ведущие торговую войну с Китаем, должны наложить на Пекин санкции за заключение в лагеря примерно одного миллиона уйгуров в их регионе Синьцзян. На этом настаивает правозащитная организация Human Rights Watch. Администрация Трампа ещё в конце прошлого года сказала, что, возможно, введёт ограничительные меры в отношении синьцзянских чиновников, включая партийного лидера региона Чен Цюаньго. Однако пока санкции не ввели. «Американская администрация готова наложить серьёзные экономические санкции, но она затягивает с санкциями за серьёзные нарушения прав человека». Правозащитники говорят, что власти Китая содержат в заключении более миллиона этнических уйгуров и мусульман других народностей. В марте китайские чиновники заявили, что людей помещают в так называемые центры профессиональной подготовки. Однако свидетельства многих очевидцев говорят о том, что это обычные тюрьмы. В этом месяце Human Rights Watch опубликовала отчёт под названием «Алгоритмы репрессий Китая». В нём проанализировали новую систему видеонаблюдения, которую внедряют по всей стране. В ней используются технологии распознавания лица, и они уже позволили полиции произвести много арестов. «Власти в настоящее время разработали систему наблюдения, которая собирает огромные объёмы информации с помощью алгоритмов и методов, о которых люди не знают и которые не могут оспорить. И это фактически криминализирует совершенно законное поведение». Группа активистов призывает 47 государств-членов Совета ООН по правам человека привлечь Китай к ответственности за злоупотребление на его трёхнедельной сессии. Она открывается 24 июня. В Венеции круизный лайнер врезался в туристический теплоход и в причал. Как сообщается, судно потеряло управление при швартовке. На теплоходе четыре человека получили телесные повреждения. Двоих из них доставили в больницу. Столкновение произошло на канале Джудека, который ведёт к площади Сан-Марко. Лайнер опера принадлежит компании MSC Cruises. Он 275 метров в длину и 54 в высоту. На его борту было 2697 пассажиров. Как сообщили сотрудники службы спасения, лайнер, по всей видимости, утратил контроль из-за того, что порвался стальной трос, которым он был привязан к буксиру. После инцидента в городе возобновились протесты против движения крупных судов по местным каналам. Многие местные жители говорят, что не удивлены произошедшим». «Возможно, такое должно было случиться. Надеюсь, никто не пострадал и не погиб. Такого стоило ожидать. Мы видели, что это рано или поздно произойдёт». «Это позорная ситуация. Но им всё равно повезло. Последствия могли быть и хуже». «Это проблема. Но полгорода зарабатывает за счёт этих круизных лайнеров. Раньше они говорили, что постепенно уберут эти лайнеры. Теперь же после этого происшествия они сделают это немедленно». Для Европы это уже второй крупный инцидент с туристическими судами за неделю. Так, 29 мая в Будапеште на реке Дунай круизный лайнер столкнулся с прогулочным судном с южнокорейскими туристами, в результате чего оно перевернулось и затонуло. Подтверждена гибель семерых человек, ещё 21-го продолжают искать. Предполагается, что они тоже погибли. Военные Судана вошли на территорию сидячей забастовки в центре Хартума, где люди требуют передать власть гражданскому правительству после военного переворота. Свидетели говорят, что слышали выстрелы, а также сообщают о не менее 35 погибших. «Мы, суданцы, возлагаем ответственность за разгон сидячей забастовки на военных. Силы безопасности предали народ Судана». Изначально протестующие армия были на одной стороне. 11 апреля в стране произошёл военный переворот, в результате которого сместили с поста Амара Аль-Башира, который был при власти почти 30 лет. Военный совет объявил, что переходный период продлится два года. Однако оппозиция хочет немедленной передачи власти гражданским. Вслед за недавним насилием армия объявила, что разрывает любые договорённости с протестующими. Она также пообещала провести досрочные выборы в ближайшие 9 месяцев. Между тем, ООН призвала власти Судана провести тщательное расследование гибели протестующих. «Генеральный секретарь решительно осуждает насилие, а также сообщение о применении чрезмерной силы гражданским лицам со стороны сил безопасности, что привело к гибели людей и травмам». Европейский союз также призвал военных Судана позволять людям собираться на мирные протесты и поскорее передать власть гражданским. «Мы очень внимательно следим за развитием ситуации в Судане, в том числе за нападениями на гражданских демонстрантов. И мы призываем переходный военный совет действовать ответственно и уважать право людей на мирное выражение». Военные Судана, в свою очередь, утверждают, что стреляли не в демонстрантов, а в преступников, которые были недалеко от места протеста. Средний Запад США продолжают терзать наводнения. Это небольшой фермерский городок Уэст-Элтон в округе Сент-Чарльз, штата Миссури. Здесь вода уже доходит до листьев деревьев из-за разлива реки Миссисипи. Большинство жителей Уэст-Элтона эвакуировали. Оставшиеся надеются на то, что не увидят повторения рекордного наводнения 1993 года. Тогда Миссисипи поднялась в этом городке на 15 метров. Больше всего пострадали фермеры. Сильные дожди не позволяют им завершить посевные работы. «Это бедствие. Ферма моей семьи находится на возвышенности, поэтому ей ничего не угрожает. Но просто сердце кровью обливается, когда видишь ситуацию других фермеров. В целом, даже на возвышенностях фермеры не смогли засеять поля из-за постоянных дождей. Обычно в это время кукуруза посажена на 90%, но сейчас поля засеяны лишь на 37%.» Джон Джауни – владелец единственной открытой в городе заправки. Две другие уже закрылись из-за наводнения. Мужчина переживает, что ему тоже придётся приостановить работу. В последние дни вода подошла сюда вплотную. При этом для местных жителей это единственное место, где можно купить топливо для лодок. Джон уже подготовил грузовик, чтобы в случае необходимости вывезти все ценные вещи. Однако закрытие нанесёт большой урон его бизнесу. «Я переживаю. Конечно, не хочу закрываться, поскольку это плохо с точки зрения бизнеса и неудобно для клиентов. Придётся приложить много усилий, а магазин потерпит большие убытки». Как прогнозируют синоптики, в ближайшие дни уровень воды в городке Уэст-Элтон может подняться до 10 метров. Президент Дональд Трамп принял участие в совместной пресс-конференции с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ранее он провёл с ней переговоры в её резиденции на Даунинг-стрит в рамках своего официального визита в Великобританию. Выступая перед дипломатами и СМИ, президент пообещал Лондону выгодное торговое соглашение, которое обе страны заключат после Брексита. «Это прекрасная страна, которая хочет самоопределения. Она хочет собственных границ, хочет сама управлять своими делами. Это особое место. Думаю, по этой и многим другим причинам что-то должно произойти. Премьер-министр обеспечила, чтобы в ближайшем будущем произошло что-то хорошее». «Отношения между двумя странами помогают обеспечить рабочие места Великобритании и Соединённых Штатах. А это определяет наше процветание в будущем. Мы должны ценить и укреплять такие отношения, а также гордиться ими». Некоторые опасались, что Дональд Трамп раскритикует Мэй за неспособность обеспечить упорядоченный Брексит. Однако он, наоборот, отметил её профессионализм и затронул важные темы, такие как Хуавей, Иран и другие. Главное разногласие между Вашингтоном и Лондоном в отношении Хуавей заключается в том, что Великобритания собирается предоставить китайской компании ограниченную роль в создании своих сетей 5G. Дональд Трамп же призывает союзников не покупать технологии компании КНР, поскольку опасается, что их используют для шпионажа и что это навредит обмену разведывательной информации между странами. Он также сказал, что не захотел встречаться с лидером британской оппозиции социалистом Джереми Корбином, который ранее выступил на протесте против визита Трампа. «Я не знаю Джереми Корбина. Никогда с ним не встречался и никогда с ним не говорил. Он хотел встретиться сегодня или завтра. Я решил, что не буду этого делать. Думаю, там, откуда я приехал, его отнесли бы к негативным силам». Тереза Мэй уходит с должности лидера консервативной партии 7 июня. Вскоре она также покинет и пост премьера. На севере Австралии в Дарвине злоумышленник устроил стрельбу в разных частях города – в парке, барах, магазине и мотеле. Погибли 4 человека, ещё один ранен. Подозреваемого арестовали через час после сообщения о первых выстрелах. Предполагается, что он в январе был условно-досрочно освобождён от наказания и носил электронный браслет, оставаясь под наблюдением полиции. «Предполагаемый преступник арестован и взят под стражу. Я понимаю, что во время подобных инцидентов, особенно учитывая недавние события в мире, люди боятся и думают о терроризме. Но я могу подтвердить, что мы не считаем это террористическим актом». Очевидцы вспоминают действия преступника. «Мы наблюдали, как он ходил из номера в номер, стреляя в каждом. И мы не могли туда зайти, потому что там совершалось преступление». «Когда я спустилась по лестнице, увидела выходящего с ружьём мужчину в футболке. Он повернулся и посмотрел на меня, а я побежала в спальню, заперла дверь. И мы с моим парнем спрятались в ванной. Мы позвонили в полицию и сразу услышали выстрелы». По данным полиции, подозреваемый стрелял в восьми местах. Откуда у него ружьё, пока неизвестно. В Австралии действует один из самых жёстких в мире законов по контролю над оружием. «Это огнестрельное оружие запрещено законом. Мы считаем, что оно могло быть украдено ещё в 1997 году». На местах преступления остаются примерно 100 полицейских. Расследование продолжается. Италии грозят дисциплинарной мерой из-за её растущего госдолга. Европейская комиссия объявила, что Рим нарушает фискальные правила блока. Если страны ЕС согласятся с таким выводом в ближайшие две недели, то исполнительный орган Евросоюза может начать соответствующую процедуру. Как ожидается, санкции могут применить перед встречей министров финансов ЕС в начале июля. «Внесу ясность. Сегодня мы не начинаем процедуры в связи с чрезмерным долгом. Сначала своё мнение по поводу применения статьи 126.3 должны высказать страны-члены». Комиссия утверждает, что Италия медленно внедряет экономические рекомендации ЕС и не продвигается в необходимых структурных реформах. «Мы знаем, что для Италии есть путь восстановления и роста. Другие страны-члены уже успешно по нему идут. Этот путь подразумевает реформы, а не увеличение расходов в условиях, когда для этого нет бюджетного пространства». Государственный долг Италии – второй по величине в ЕС после Греции. В прошлом году он превысил 132% ВВП. А годом ранее составлял почти 131,5%. Как считает Еврокомиссия, в этом году показатель вырастет ещё больше и приблизится к 134%, а в 2020-м превысит 135%. Такая динамика нарушает правила ЕС. Согласно им, госдолг стран должен постоянно уменьшаться. Прогнозы Еврокомиссии более пессимистичны, чем ожидания Рима. По его оценкам, в этом году госдолг превысит 132,5% ВВП, а в следующем сократится до 131%. Международный валютный фонд урезал прогноз экономического роста для Китая на 2019 год. Теперь, как ожидается, он составит 6,2%, то есть на 0,1% ниже, чем предполагалось ранее. Причиной послужил торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном. МВФ отметил, что в случае эскалации войны будет оправдано дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. «Темпы роста, как ожидается, сократятся до 6,2% в 2019 и до 6% в 2020 году. Политические стимулы внутри Китая частично компенсируют негативное влияние повышения тарифов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов». Всего два месяца назад Международный валютный фонд, наоборот, улучшил прогнозы темпов роста для Китая с 6,2% до 6,3%. Тогда появилась реальная перспектива заключения торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. Однако в прошлом месяце ситуация накалилась. США объявили, что введут пошлины на китайский импорт стоимостью миллиарды долларов. «Обменный курс должен стать ещё более гибким, что облегчит адаптацию к новым условиям. Тем не менее, если торговая напряжённость возрастёт, это поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность в КНР. Тогда будет необходимо дополнительное смягчение политики». Дональд Трамп начал вводить пошлины, поскольку торговый дефицит США с Китаем превысил 330 миллиардов долларов. Также Белый дом обвиняет Пекин в краже интеллектуальной собственности и нечестном субсидировании.